Counter-Strike Dota 2. Название этих игр сейчас знает, пожалуй, каждый подросток. Здравствуйте, меня зовут Артём Петров, вы смотрите программу Олимп. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим о киберспорте. Не переключайтесь, ближайшие 10 минут будет очень интересно. Так что же такое киберспорт? Спорт будущего или всё-таки развлечение? По самым скромным подсчётам, мировая аудитория киберспорта уже превышает 230 миллионов человек, что вполне сравнимо с аудиторией других видов спорта. В самом начале нужно сказать, что киберспортсмены – это не обычные геймеры. А киберспорт – это не просто развлекательная игра. Это те же соревнования, чемпионаты мира, только в виртуальном пространстве. Киберспорт – не игра человека с компьютером, и уж тем более не с самим собой. Это интеллектуальная борьба между людьми и командами, а компьютер – всего лишь инструмент, как шахматная доска, хоккейная или волейбольная площадка. Да, в киберспорте используются компьютерные игры, но это лишь программное обеспечение, с помощью которого происходят состязания. В числе самых популярных киберспортивных дисциплин – трёхмерные шутеры, симулирующие бой между командами игроков на современном или фантастическом оружии, симуляторы спортивных игр, стратегии в реальном времени и командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры. Профессиональные киберспортсмены, соревнующиеся на мировом уровне, обязательно уделяют внимание своей физической форме и психическому здоровью. Победу от поражения может отделять полсекунды. Всё решает реакция и скорость мышления спортсмена. А высокого уровня этих параметров не достичь без специального упражнения. Конечно, в самом начале первопроходцам пришлось доказывать, что киберспорт не несёт вред здоровью. Даже была создана лаборатория, которая изучала физиологию и психологию киберспорта. Исследования показали, что компьютерный спорт в профессиональном понимании этого слова наоборот способствует гармоничному развитию личности. Если брать профессиональный вообще киберспорт, у них есть свои медики, свои психологи. Получается, они не сидят с утра, там, утром проснулись, за компьютер сели и всё, до утра играют. У них нет такого понятия, у них есть расписание. То есть, допустим, 10 утра вы просыпаетесь, садитесь, играете против определенных команд. Вот, два-три часа. Потом у вас обед, как положено, там, тренировка получается, каждый игрок индивидуально готовится, там, пару часов, прогулка, чтение книг и так далее. То есть, работают с психологами, работают с медиками. То есть, за здоровьем там сейчас полностью смотрят. То есть, там нет, как раньше, там, всё, играешь, играешь, тренируешь, там, 24 на 7, за компьютером, глаза упорчишь, здоровое упорчишь. Сейчас нет такого. Правильное питание, медики, психологи, все, получается, помогают сейчас в профессиональной сцене. Что же отличает игру дома или игру здесь в специализированной секции? Дома ты можешь сидеть сколько угодно часов, за этим почти никто не следит. Но, что касается нашей секции, здесь у нас после каждой игры есть специальная разминка. Ну и, в общем, продолжительность секции не превышает двух часов. За границей это очень популярное направление. Здесь же, в Казахстане, он не только-только развивается. Это различные турниры, которые смотрят по всему миру, которые набирают миллионы зрителей, если не ошибаюсь. Ну, а у нас в Казахстане этим увлекается в основном молодежь. Наше старшее поколение еще не видит в этом, прям, свое будущее, прям, профессиональный спорт. Но мы к этому стремимся, стремимся показать, что киберспорт – это не просто развлечение, это наше будущее, это, может, чья-то карьера. Киберспорт. Тысячи молодых ребят проводят все свое свободное время в компьютерных клубах. Среди них очень много действительно талантливых людей, но практически никто из них не добился впечатляющих результатов в киберспорте. Проблемой тому служат несколько факторов. Одно из главных является низкое качество интернет-соединения. В киберспортивных дисциплинах соревновательного характера, где нужно принимать решения за доли секунды, это играет очень большую роль. Например, чтобы выстрелить в появившегося из-за угла противника в шутере, нужно быстро среагировать и попасть. Из-за длительной обработки информации время выстрела занимает почти одну секунду. Сопернику, к примеру, на Украине для этого понадобится в два раза меньше времени. В игре это дает колоссальное преимущество. Именно поэтому наши команды уезжают в другие страны для проведения продуктивных тренировок и участия в престижных соревнованиях. На профессиональной сцене у тебя противники выявляются за день, за два. Ты начинаешь за эти маленькие сроки посмотреть их игры и придумывать новые стратегии против них. То есть они тоже смотрят ваши игры и придумывают стратегии против вас во время игры. На протяжении 10 лет он потихонечку, по маленькой ступеньке развивается постепенно, постепенно. То есть такого сильного толчка еще нет, так как спонсоров у нас не особо много. Никто не заинтересован. Он сильно из высшестоящих людей, чтобы вливать в это деньги, чтобы развивать киберспорт. В принципе, так, если смотреть, то по CSGO, именно по Counter-Strike, у нас есть сейчас две команды, это вот Авангард и Гамбит, которые уже представляют флаг Казахстана, которые играют на профессиональной сцене. А по Dota вот у нас команда появилась, Team Kazakhstan. Она буквально в прошлом году появилась, ну, не так уж много ей. Она прошла отборы в Среди Азии, и сейчас поеду скоро на этот, в ЦГ Китай. Там будет призовой миллион двести долларов. В данный момент очень перспективный, на самом деле. То есть в той же России ребята очень много зарабатывают, просто играя в игры. Это вы участвуете в турнирах? Нет, почему? Даже у нас в Алмате же есть ребята на зарплате. То есть это полноценная работа. Ты сидишь за компьютером 8 часов в день, у тебя тренировки, у тебя спонсоры. Пару лет назад в Алмате я знаю, что зарплата была тысячу долларов, по-моему. Ну, это лет пять назад. То есть, в принципе, тогда это были неплохие деньги. Ну, учитывая, что ты получаешь, это просто за игры. Плюс какие-то гонорары с турниров. По мнению экспертов, для развития киберспорта в Казахстане, необходима поддержка со стороны государства. Для начала в организации турниров. Ведь львиная доля бюджета турнира тратится на аренду помещения и рекламу. Также важно, чтобы спортивные функционеры включили киберспорт в реестр официальных видов спорта. К такому решению уже пришли в России, Южной Корее и других странах. Это развяжет руки многим молодым киберспортсменам в Казахстане. Если бы они понимали, что в будущем их увлечение может стать серьезной профессией, успешных и увлеченных киберспортом людей, в Казахстане стало бы намного больше. Я играю в такую игру, как Дота 2. Во всем мире она уже давным-давно известна, популярна. Каждый год очень много чемпионатов во всем мире проходит с большими-большими призовыми. И я не понимаю, почему наше государство до сих пор не создает ту же самую академию или федерацию вообще в общем по киберспорту. Потому что даже в России это уже принято нормой. У них киберспорт является спортом, у них есть федерация, у них есть стадионы. И люди просто из увлечения это перерастает в их дальнейшую работу. И у нас, к сожалению, такого нет. И поэтому люди стараются даже не компенсировать. То есть они играют в свое удовольствие. Такой возможности, к сожалению, не у многих есть. То есть обычные школьники или студенты, у которых не так много времени, то есть они не могут бросить что-то или не могут пожертвовать своим временем в пользу киберспорта, потому что они не уверены в том, что завтра они станут профессионалами и будут на этом зарабатывать. Многие родители, старшее поколение, они не видят в этом смысла, они думают это развлечение. Но что отличает рядовую игру от того же киберспорта? Это то, что именно киберспортивная дисциплина, она дает как бы базу для того, чтобы участники в ней соревновались. Это не просто время расслабиться, а именно площадка, где две команды или двое участников стремятся к победе. Поэтому мы не можем квалифицировать все игры к киберспорту, лишь некоторые игры относятся к ним. Оглядываясь на международный опыт, можно смело предположить, что признание киберспорта в Казахстане официальным видом спорта послужит мощным толчком создания целой индустрии. Особенно сейчас, когда в стране за счет использования и развития цифровых технологий мы намерены повысить конкурентоспособность экономики. Продвинутые геймеры подтвердят, что на войне, пусть и виртуальной, все средства хороши. С нами нашу радость, эти парни, которые на ваших экранах. Три казахских игрока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова